Здравствуйте, Александр Александрович. Рад вас видеть в нашей студии. Александр, скажите, пожалуйста, вот расскажите конкретно, чем занимается ваш отдел, что входит в ваши обязанности, вот более подробно. Наше подразделение на региональном уровне занимается охраной объектов квартиры МФИК с помощью технических средств охраны. Что это? Непосредственно любой гражданин, организация может обратиться к нам и в наши филиалы для заключения с нами договора на обеспечение охраны как личного, так и своего имущества с помощью технических средств охраны. Помимо этого, мы также занимаемся общеполицейскими обязанностями. Охрана общественного правопорядка, посещение преступлений на маршруты патрулирования и в зоне наших постов. Многие граждане иногда, когда к нам обращаются, немножко путают нас с охранными организациями, которые также выполняют, в принципе, те же самые функции по охране имущества, но за одним исключением. Наши права и обязанности четко регламентированы на законодательном уровне, а в частности это федеральный закон о полиции. Вот немножко подробнее об основном роде деятельности, все-таки охрана частного имущества. Кто к вам чаще всего обращается и какого рода услуги вы оказываете? К нам обычно обращаются те граждане организации, хотелось бы повториться, которые непосредственно опасаются за сохранность своего имущества. И в свою очередь, для того, чтобы избежать каких-либо материальных последствий в будущем, они пытаются обеспечить свое имущество охранной сигнализацией. Тут можно, то есть они воспользуются двумя способами, то есть это заключает договор с нами, а также, когда к нам они обращаются, даем рекомендации, на основании которых они непосредственно укрепляют свои входные двери, оконные проемы, а также те самые примитивные способы, которые защищают в будущем, помогают защищать в будущем свое имущество. Но все-таки раньше, наверное, ставить на охрану свое частное жилье, свою квартиру, да, это было какой-то дикостью. Сейчас уже, наверное, это пользуется большой популярностью. Да, конечно, потому что, в принципе, на начальном уровне это затратно, как и любые вложения, но впоследствии, то есть ежемесячная оплата составляет сущие копейки, а именно охрана квартиры составляет от 197 рублей, а охрана имущества более 200 квадратных метров. Ну, это может сюда отнести, что большие комплексы – это гаражи, та же дачи, коттеджи, которые, как правило, они более 200 квадратных метров. То есть в данном случае стоимость будет составлять 709 рублей в месяц. И на начальном уровне, то есть ту затрату, которую могут принести собственники, тут нужно подходить индивидуально и четко сказать, сколько это будет на окончательном уровне, то есть это невозможно. Но в целом где-то, начиная от 18 тысяч рублей и выше, то есть в зависимости от того, какие мы выдвигаем требования к охране того или иного имущества. Ну, за машину каска платят, в конце концов. Естественно. Чем жилье-то хуже. Все совершенно верно. Давайте поговорим о каких-то технических новшествах, что сейчас поступило на службу в плане техническом у вас. В наших подразделениях, то есть помимо того, что мы технически оснащены современным оборудованием, также в городе Рязани, в Рыбном, в Касимове и Клепиках, на данный момент очень широко используется кнопка тревожной сигнализации с использованием сотового телефона. Как это действует? И сколько это опять же стоит? Что это такое? На начальном уровне, то есть любая организация, которая запланировала себе установить данное техническое средство, по цене здесь, опять же, от 16 тысяч и выше. Потому что, опять же, сколько они эти кнопочки хотят себе поставить и, соответственно, они таким количеством кнопок и пользуются. Но с использованием сотового телефона, соответственно, никаких вложений не нужно. Только единственное, приобрести сотовый телефон. То есть сейчас он стоит тысячи две, это самый дешевый. И в будущем заключить с нами договор. А действует это элементарно. Собственнику необходимо всего лишь нажать на заранее запрограммированную клавишу. Соответственно, сигнал приходит на пульт централизованной охраны. И на данный объект немедленно выезжает группа немедленно реагирования в составе полицейских. И принимают все действия, которые необходимо предварить на данном объекте. И пользуется популярностью вот эта услуга? Да, и данная услуга пользуется популярностью. Потому что, опять же, вложений у собственников никаких. Минимально. Минимально. При этом тревожная кнопка, вот эта классическая, она же все равно актуальна остается? Да, данная услуга, опять же, пользуется только на тех объектах, где с сотыми телефонами не всегда удобно будет воспользоваться. То есть это крупные торговые центры. Потому что на каждую кассу не положишь по сотому телефону. Поэтому здесь только проводная сигнализация. Удается ли избежать, скажем так, улучшить статистику благодаря тому, что у нас больше предприятий и больше частных жилых домов теперь стоят на охране? При обработке жилого сектора, так как сотрудники полиции на региональном уровне, то есть это участковые, так же и нашими сотрудниками полиции, мы проходим обход, расклеиваем наши материалы на досках объявления, чтобы граждане знали, что это такое и какие виды услуг мы предоставляем. И опять же, это просто банальное информирование граждан о сохранности их живого имущества, что впоследствии как бы это материально на них не сказывалось. Это профилактическая работа. Это профилактическая работа, да. И данная работа, в свою очередь, влияет на статистику по и раскрываемости, и, соответственно, предотвращая те правонарушения, которые возникают в жилом секторе. В прошлом году нашими подразделениями пресечено административное правонарушение более 17 тысяч. Также с участием наших сотрудников раскрыто 185 преступлений. На сегодняшний момент, как бы январь уже практически закончился, наши подразделения приняли участие при раскрытии преступлений, это 5, и пресекли административное правонарушение более 100, то есть 1300. То есть, в принципе, и наши технические средства, и наши сотрудники полиции четко выполняют свои обязанности и защищают наших граждан от преступлений. Замечательно. Ну и так немножко углубимся в тему, кто все-таки занимается установкой оборудования. Этим занимаются специализующие организации. Для того, чтобы оборудовать свое имущество охранной цивилизации, необходимо, во-первых, обратиться в ближайшее подразделение вневедоственной охраны. Это можно воспользоваться с... Позвонить по телефону. Естественно, да. Позвонить по телефону. В городе Рязани это горячая линия 3-4-3-8-ки. Оставить свои координаты, желания, то есть что именно они хотят услышать от сотрудников, то есть какая охрана им требуется. А также могут зайти на сайт, это охрана Дефис Рязани РФ, где непосредственно могут оставить заявку, чтобы мы с ними связались и рассказали о нашей услуге, и, соответственно, пришли к ним на бед и дали наши ежедневно-технические рекомендации, с которыми они впоследствии обращаются в монтажные организации. По этому техническому заданию проводится монтаж сигнализации, впоследствии мы его принимаем и заключаем с собственником договора. В какие сроки с момента подачи заявки и до полной установки в какие сроки укладываетесь? У нас получается как? С момента подачи заявки, то есть любое заявление рассматривается в кратчайшие сроки, в течение 3-5 дней наш сотрудник связывается с данным гражданином, выясняем все обстоятельства, которые гражданин на данный момент интересует. И в течение от недели до двух недель, это в зависимости от того комплекса охранной сигнализации, что собственник желает видеть на объекте, проводится монтажная работа. И в течение двух-трех дней заключается уже после монтажа договор на охрану. Александр Александрович, спасибо вам большое. Будем надеяться, что после того, как зрители посмотрят этот выпуск программы «Городские встречи», они обязательно захотят лишний раз задуматься о том, что необходимо обезопасить свое жилье. А мы с вами скоро увидимся. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин